Растить одного малыша Растить одного малыша Растить одного малыша Сегодня мы познакомимся с дружной и крепкой семьей Евдокимовых, где Сергей и Инна заботятся о прекрасных детишках, которых ни много ни мало восемь. Да-да, вам не послышалось. И здесь восьмерка словно знак бесконечности, символ безграничного счастья. В этом доме живут любовь и терпение, радости и общие интересы, взаимопомощь и поддержка друг друга в любой ситуации. Они довольны жизнью и улыбаются этому миру несмотря ни на что. Прямо сейчас по домашней традиции песня, а дальше история семьи из первых уст. Песня. 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 до рождества и до нового года и каждый день задания даются вечером и зажигаем свечи всякие фонарики и они выполнять задание получают призы ухты я хочу как-нибудь к вам приехать на самом деле это замечательно когда вот такая дружная крепкая семья и рядышком всегда мама мама так всегда очень помогает я да мама тоже очень скромная расскажите пожалуйста как так получилось что ваша дочечка не побоялась стать мамой восьмерых деток может у вас в роду тоже многодетные семьи ну я многодетная у меня 9 детей 20 внуков богатая бабушка не только мама но уже бабушка богатая везде успеваете старались где возможно как возможно что для вас значит идеальная семья идеальная семья это значит любовь между супругами и чтобы отношения были с господом господь говорит любите друг друга и поступайте так с другими как хотите чтобы с вам под с вами поступали и так учим детей и сами стараемся так поступать расскажите мне очень интересно что входит в обязанности папы в обязанности папы входит много что практически все практически все в том плане то что ну как бы основной заработок воспитание воспитание как бы ну как отца но как матери тоже мама воспитывает течение дня когда я на работе то есть все ложится на плечи мама все воспитывает она учит и все я как бы уже в конце дня подвожу общий итог как бы к воспитанию а так слава богу что как бы мог дал такую семью такую супругу не очень довольны и нам как зовут ваших деток и какие у них интересы ну начнем со старшей старшей зовут аделина в этом году ей было 18 лет она закончила школу закончила золотой медалью конечно упоминаем то что тоже приятно старательная старается она и в музыкалке в художке учиться ну уже художественную школу закончила и класс дом призакончила пианино фортепиано учится сейчас в колледже и очень нравится и пианино и скрипка она занимается и поступила в медицинский колледж очень ей понравилось сейчас интересуется говорит мои интересы это психологии и анатомии следующий у нас сын иван сейчас заканчивает 11 класс ну он его интересы тоже он занимается и музыкальной и художественной школе пока так чтоб сильно не определился что ему больше по душе папе помогает нравится ему с папой работать по выходным когда каникулы то он помогает папе потом у нас идет вероника вероника восьмом классе пишет стихи тоже учиться и на фортепиано и скрипки и рисует любит вышивать любит шить это ее как такие хобби вот тоже у нас стих вот висит это было день рождения у меня 7 ноября вот это она написала сочинила попросила брата чтобы он выжиг он занимается этим и вот такой подарок сделала потом у нас идет не калина не калина в пятом классе тоже тоже занимается и музыкой и рисует тоже пытается стихи сочинять тоже любит шить затем у нас идет явника явника в третьем классе но это у нас вообще особенный ребенок пятый наш ребенок когда она я еще была в положении у нее выявили диагноз гидроцефалия и с этим диагнозом сказали что ну она если будет живой если родиться но она будет инвалид полный и умственно и физически ну так как мы уже сказали мы верим всевышнему надеемся на бога мы молились и сделали как бы делали все от нас зависящее и врачей тоже попросили делать все но от них зависящее а там как бог уже усмотрен и слава богу она родилась диагноз этот все подтверждено все это было мы были в перинатальном центре в алмазово в питере ну там очень хорошие конечно профессионалы врачи они со своей стороны все делали но даже когда они нас выписывали они сказали вы первый единственный с таким диагнозом и стану с таким положительными результатами действительно да вам бог помог потому что она их они ходят и разговаривать и учиться и вот второй класс она закончила тоже на отлично ну хотя она у нас как бы на индивидуальном обучении и но она на группе то что последствия остались ну последствия такие как бы мы благодарны богу очень потому что из того всего что говорили этого ничего не было затем у нас идет еще один сын михаил то что нас только два мальчика и 6 девочек михаил сейчас первом классе ему нравится занимается всем интересуется тоже учится но как бы таких прям особенных у него ну еще еще он не определился и потом у нас идет эсфирь эсфири сейчас пять лет ходит на музыкалку на художку общительный веселый ребенок все ее тоже все интересует все она хочет знать и последнее у нас мелиса самая маленькая самая такая девочка за всеми все повторяет учиться от старших ей вот 20 декабря будет 4 годика я прям слушаю каждый раз когда вы называете последующего ребенка думаю интересно как же следующего зовут такие необычные красивые имена кто выбирал с мужем советуемся и последующих детей у детей спрашиваем и приходим к одному мнению ну вот адельину нам понравилось это имя и перевод тоже хороший благородный перевод ивана мы назвали в честь дедушки дедушка это моего отца отец мой дедушка его звали иван александрович он прожил 93 года и когда рождались еще в моей семье но в нашей семье у меня получается 6 братьев и три сестры и он каждый раз приходил и просил чтобы назвали может вы ванюшей назовете ну как бы как бы не современное на тот момент имя было и не называли поэтому когда мы узнали что у нас будет сын мы согласились что назовем в честь дедушки потому что и дедушка очень хороший и не в честь дедушки назвали переводится тоже это имя милость божья ну хорошего очень тоже вперед емника это это библейское имя это в библии там от тимофея и она переводится блага победы но она свое имя оправдала уже сейчас сергей расскажите пожалуйста о своей семье своих родителях но у меня семья не такая большая конечно как у супруги у меня всего лишь как как бы я третий ребенок в семье третий и последний как бы брат и сесть и сестра гораздо старше меня тоже благодарен родителям то что как бы воспитали дали образование но дальше уже как бы мы сами же когда сынаю встретились уже дальше сами все как бы начинали с самого нуля а ваши брат и сестра тоже по вашему примеру сейчас многодетные родители или же нет тут у брата двое деток остались брата нет оси а у сестры трое как бы мальчишки наверное уже понятно не наверное больше тянутся к папе если они еще и днем бывают с папой на работе расскажите пожалуйста ну так надо воспитывать достойно тем более они несут ответственность за шестерых сестренок ну мальчишек пока мисс младший еще конечно младшенький иногда тоже беру на работу вообще как бы работа у меня по стройке по отделке весь дом построили я и нам было дизайнером все 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 делал сам вот и это моя работа я а девочник как бы вот сына уже учу тоже кое-что умеет что там так но как говорится тут кто умеет работать руками он всегда будет жить в достатке его всегда будет хлеб доме да тем более когда такая спутница по жизни и подскажет и поможет еще и у самой же помощницы 6 девчонок успевают маме помогать или учебой и занятием забирать много времени ну конечно учеба и занятия забирают много времени как бы надеялись чтобы отрастут больше помогут но тем не менее все равно они стараются и помогают хорошо и с меньшими и дома что-то помочь сделать и где и украсить и приготовить и убрать это не тоже помогает но в вашем детстве наверно было сложнее у вас то больше братьев было тому брату надо что-то постирать этому приготовить мама гоняла но у нас мама всем все равно ко всем одинаково относилась и так воспитывала что братья они могут все сделать и голодными не останутся и все и даже когда вот я вышла замуж то некоторые братья жили с нами они работали вот с мужем и еще и умудрялись и помогать мне с малыми детьми и где-то даже и закрутки помогали и гулять с малышами в общем они приучены ко всему но не ваши младшие да я самая старшая в семье когда я уже уезжала доины народы но это на на месяц а дети оставались одни в школе там учились то они и грибы закрывали и огурцы и помидоры и есть готовили сами все сами и они могут торт спечь и приготовить и борщ и все сварить и все они могут и в огороде они возились и пололи все все делали у меня дети я представляю какие мужчины достались действительно радуется да откуда вы родом расскажите с украины а как бы познакомились в таком случае поверите во владикавказе если вообще в другой стороне увидел и все там у меня сестра живет в владикавказе и на туда есть вот так вот они были все на украине сейчас двое остались там и все все уже живут здесь все уже переехали сюда одна в голландии но мама все-таки решила быть рядышком со старшей дочерью но дело в том что мы переехали мы жили в макеевке на донбассе а потом переехали на украину в винницу и так жили в селе а а в селе работы нет и дети постепенно вырастая хотя и заканчивали училище а приезжали сюда работать то что там работы не было а ехать далеко на работу тормозки все время самим готовить было тяжело и они переезжали сюда когда уже я осталась одна и она и на врач что ты там будешь одна уже и поехать нельзя и мы сюда переехали так и за ним намного легче во первых мама ну как но она очень хорошо все помогает и и приготовить и последить и всегда и на маму я могу оставить детей знаю что как я ее попрошу чтоб как и что кого сделать ну мама это всегда сделай так она не ну вот бывает говорят нельзя родителям оставить родители сильно балуют или что-то по-своему сделать то что я не разрешаю нет у нас такого нету мама всегда дихай так как я попрошу если надо где-то из урока пин помочь поможет и остается если мы куда-то уезжаем и дети сильно любят конечно бабушка не уже без бабушки я думаю не представляет как жить они больше к бабушке бегают за советом на секретничать или к маме с папой я даже не знаю и туда и туда успевают как бы строгость ко всем но и больше как бы по дружески чтоб лучше понять друг друг друга но без строгости не бывает ну строгость заключается в чем чтобы но есть определенный порядок например но многие удивляются ряд почему ну что рано ложитесь у нас как бы правило что в 9 часов должны спать для того чтобы утром они могли нормально вовремя встать собраться в школу то что они должны обязательно дома позавтракать вот папа обычно их больше даже готовит завтрак готовит папа и кашу сварит вот на родительские собрания у нас тоже ходит папа и в стоматологии ходит папа мама больше все время дома и с документами и с документами папа в общем все важные дела этим занимается папа мама как истинная хозяйка в доме всем домашним делам но если мы заговорили раз порядке дня расскажите во сколько начинается ваше утро у каждого ребенка занятия в разное время скорее всего кто-то в садик кто-то утром в обед нет всех в одно утреннее время в школе первый год до все удобно и хорошо да это первый год раньше была и вторая смена в этом году у нас все в первую смену и поэтому у нас даже и тех кто в школу не ходит и в садик ну как бы у нас дети в садик никогда не ходили потому что как бы если я дома но я хочу чтобы они со мной были потому что потом школа начинается и уже они тогда больше времени проводят вне дома но когда утром дети встают встают в пол седьмого встают все но мы младших не заставляем ну из-за того что они ложатся вовремя они сами вовремя и встают но потом пошло все в школу уже со школы приходят по-разному затем потом они после обеда идут музыкалку художку у вечером ужин и у вас ужин проходит у всех вот вы ждете и папу с работы всех деток ровно определенное время все за дружным большим столом ужин до завтрак и ужин обычного всегда вместе а в обед просто уже не получается расскажите о своей юности я закончила школу и мы переехали я закончила в венеции курсы парикмахера хотя вообще всегда мечтала быть медсестрой фельдшером мама у нас фельдшер она работала много она фельдшер лаборант лаборант фельдшер лаборант и из-за того что мы переехали пошла на курсы парикмахера ну мне сейчас это пригождается и мужа и сыновей я сама стрелу когда вышла замуж дети маленькие был некоторый перерыв вот что я работала в стоматологии в стоматологии поработала и все потом просто уже не было возможности уже и времени не было уже один за другим один за другим девушка работает да да бы дома все успеть благо мама рядом еще и вы меня сейчас удивили мама не только помощница и в уроках и по домашним делам она еще и медик в семье да я работала фельдшер лаборантом до замужества в харцизке я жила а потом макеевке работала а потом уже стала мужа четверо у меня было и я ушла ну уже не стала работа а во время советского союза мне выдали медали за 5 за 6 а за 7 орден она потом уже когда стала украина мне дали медаль мать героини ну а и на у нее она очень любит открытки делать альбомы оформляет это не и просто ну как она как бы отдыхать ей это нравится да именно вот ручно ручной работы открытки альбомы там все на заказ делает ну кто кто просит заказывать а так и больше именно по душе нравится вот делать раньше просто и не было такой как бы профессии за такое не знали дизайн это сейчас такое появилось я думаю просто если бы это было раньше была возможность то наверно бы возможно было бы дизайнером ну вот все украшения которые все это ну мы сами делаем то есть я могу внимательно вокруг посмотреть я пойму что даже это все до делали сам ее еще такое но как бы вот это вот это вот сегодня тема у нас зимний интерьер весной нас весенний осенью осенью и вот так у нас все время вот все 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 менять как бы все украшения преобразуют это явно всегда красиво вкусно пахнет вот скажите иногда у людей появляется желание выехать куда-то отдохнуть но с вашей ответственностью я не знаю когда вы это успеваете успеваете ли ну мы семьей всегда стараемся и когда гости приезжают куда-то выехать на природу да и каждый год мы обязательно ездить к морю на море с детьми мы ездим именно на море бывает такое что съездим с семьей всей на море и потом отдельно еще с мамой то есть чтобы отдохнуть чуть-чуть от них как бы с мамой еще куда-нибудь едем ну отдыхать и также вот как обычно как мы живем в карачаачи аркесии тут очень много гор всего-всего ну куда-то поехать обычно поедем только когда приезжают гости а гости у нас бывают очень часто гости приехали в донбай в архиз ну как бы по нашим местам чтобы показать им как бы ездим часто и в архизе бываем и так вообще по городам сколько где можно ездить любите активный отдых или ну вы же не вы же такое конечно не не любим как бы больше вот природа на санках покататься да вот зимой у нас как бы мало тут снега ездим или в архиз туда же опять в ту сторону где больше снега а так больше природа мячик все что к природе к природе я не знаю кто из вас сейчас нас не ответ но почему в наше время многодетная семья такая редкость почему все боятся быть счастливыми иметь много детей потому что наверно больше думают не за счастье а за финанс то что не хватит или там а как а как учить дальше больше от меня больше вопросов задают как ты будешь учить допустим ладно там вырастил хотя бы до этого а как учить ну у нас дети практически все отличники как бы голова есть пойдет выучиться если это будет нужно если это захочет не захочет на работу тоже много всяких которые можно просто самому научиться и делать как бы тоже таки слава богу дети дочка на как бы она сразу же в двух колледжах сейчас учится которая на золотую медаль закончил нас ты медицинском и музыкальном все по скрипке по пианино у них у всех как бы обязательно скрипка пианино у всех идет вот только двое одна уже осталось кстати младшая которая еще не ходит но она уже тоже она уже всем доказывать что им не уже надо ходить на скрипку нужно доходить на музыку потому всем ну и на с ними занимается первый класс второй класс она занимается и не дает им спуску бывает не хочет уже на пианино она нет ты должна а потом она уже когда уже перерастет уже им самим хочется и поощряют их за оценки им дают да именно финансово поощряю за оценки но не в конце полугодия в конце года не просто града просто приносит и все дни в некий красный только считают сиди высчитывай они именно это как бы стимул и это стимул и потом и и даже уже потом как бы это вначале стимула потом уже это нравится и все они как бы именно учатся отлично и в чем секрет семейного счастья ну должно быть взаимопонимание вообще семье конечно многое бывает вот сейчас я тоже вижу много чего я не успела не смогла много ошибок но дело в том что если есть как бы главное то что есть любовь есть взаимопонимание и ты стараешься все таки создать но эту атмосферу любви то как бы бог это все видит это что мы не смогли ли сделали ошибки он это исправляет я даже сейчас это уже вижу он эти ошибки исправляет и как бы в общем получается то что должно получиться мир любовь взаимопонимание спасибо я получила столько положительных эмоций и конечно же в очередной раз оставила галочку что чем больше на самом деле тем счастливей семья и это просто неразделимо даю вам еще и еще много здоровых умненьких красивеньких деток вашей мамочки долгих лет жизни чтобы она всегда была рядышком с вами спасибо большое ну а с вами дорогие телезрители мы увидимся в следующем выпуске